Приветствую вас, Юлия Латвина, я вас из Киева, и здесь полученных в Штатах, я их зазвучаю, от сей пори вас витатым и козитым баровым. Хатя Натанович, здравствуйте, надеюсь, да, вот-вот вас убедить сейчас. Добрый вечер, у нас вечер уже в Киеве, сейчас мы уточним, который час у вас в Соединенных Штатах, ну и слава Украине. Героям Слава, у нас раннее утро, вот, 9 утра, рад вас видеть. Взаимно, так, и мы начнем с событий, благо, у нас много, и нам нужно сейчас понять, что бы они значили для всех нас, живущих как в Украине, так и в Соединенных Штатах, где бы вы ни находились, если вы нас смотрите, мы надеемся, вы к нам присоединитесь и дождетесь даже финала этого эфира. Итак, я предлагаю начать все-таки с рассуждений о ядерной войне Сергея Караганова, он не первый раз это уже делает, и вот небольшую цитату мы сейчас позволим себе обсудить. Итак, человечество сейчас через войну в Украине движется к Третьей мировой войне и глобальной катастрофе, так как Запад ведет дело к эксталации, поставляя Украине все новые и новые виды вооружения. Как вы полагаете, зачем эти время от времени сообщения появляются? То Караганов их озвучивают, то Медведеву суждено говорить подобные вещи. У вас есть ответ на вопрос, а зачем? Да, конечно. Короткий ответ – шантаж, обычный шантаж, грубый, такой пропагандистский. В 1993 году вместе с Андреем Владимировичем Козыревым мы создали такой фонд международной и оборонной политики России при Министерстве иностранных дел. Он тогда был министром. И у нас там были споры о будущем пути России. И вот такой имперский, консервативный очень взгляд представлял Сергей Караганов. Причем, ну, не было никаких сомнений, что он связан с чекистами, с КГБ, тогда с Примаковым. И он продвигал эту политику. Сейчас, когда чекисты проводят открытую пропагандистскую кампанию, ну вот он участник этой кампании. Одно из крыльев, одно из подразделений этой пропагандистской кампании – это обычный шантаж. Относиться серьезно к этому нельзя. Вот, понимаете, он ленивый. Тут вот в Соединенных Штатах очень много, знаете, таких ленивых экспертов, которые начинают ссылаться на мнения, так сказать, российских экспертов. Ну вот, среди них обычно это ссылки на статьи, которые размещаются, продвигаются, ну, российскими спецслужбами, хорошо написанные на английском языке, Караганов, Марков, ну и так далее. Ну вот пропаганда, только пропаганда, ничего больше. Ну, если бы это какой-нибудь там за гаражами тут во дворе какой-нибудь дядя Вася слесарь-сантехник сказал, наверное, можно было оставить без внимания. Но так как это льется с экранов российского телевизора, со страниц социальных сетей Медведева, и понятное дело, что на это отреагировал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Ядерная угроза снова вышла на уровень времен Холодной войны, говорит он. Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие. А есть способ обезвредить Россию и устранить ее как главную угрозу мировой безопасности? Есть вот эта формула, как отключить ядерную кнопку? Ну, во-первых… Вывести Россию с клубу ядерную кнопку. Во-первых, не подвергаться шантажу. Это первое, главное, так сказать. Когда, как вы правильно сказали, все российские средства массовой информации, все пропагандистские средства массовой информации начинают говорить одно и то же, ну, ясно же, что это шантаж. Вот, во-первых, ядерное оружие – это политическое оружие, это известно. И оно для того и существует, оружие сдерживания, так сказать. Применение ядерного оружия – это уничтожение всего человечества. Предполагать, что эти жилобы чекисты, у которых все семьи на Западе, все деньги на Западе и все интересы на Западе, что они, там, вот как говорил Путин, там, мы попадем в рай, все остальные в ад, ну, шантаж, примитивный детский шантаж. Он производит впечатление на Гутерриша, потому что тот обязан реагировать на такие вещи. Это сказано именно в «Подворотне», понимаете? Потому что эти чекисты – это бандиты из «Подворотни», и то, что, там, Карабганов озвучивает их интересы, их концепции, ну, это нисколько не делает эти позиции более, ну, что ли, научно обоснованными. Вот, шпана, это мелкая шпана, и относиться к ней надо, ну, вот, соответственно. Константин Анатольевич, а как так произошло, что вот эта мелкая шпана, там, губники, назовите как хотите, но, тем не менее, они пришли к власти и удерживают власть? И, конечно, публикации, вот в прошлый раз мы говорили о том, жив ли или мертв Кадыров, средний теперь, как получается, потому что теперь мы увидели Кадырова-младшего на кадрах, опубликованных в социальных сетях, где его сын Адам избивает в СИЗО мужчину арестованного на сожжение Корана. Ну, надо сказать, что этот мужчина немногим старше, да, по-моему, они даже ровесники, если я не ошибаюсь, но это видео делают достоянием, его публикуют, при том, что сам факт, по сути, они подтверждают факты законного проникновения его в СИЗО, люди, которые его туда пустили, тоже нарушили закон, потому что они не имели права этого сделать. Вот это суд Линча, который себе династия Кадыровых позволяет устраивать публично, не боясь осуждения и уж тем более какой-то криминальной ответственности. О чем это говорит? Ну, это тоже продвижение, это тоже пропагандистская кампания, которую ведет Кадыров, он продвигает своего сына, пытается его пиарить, так сказать. Ему необходимо появиться, проявиться в информационном пространстве, что и происходит. А другого способа проявиться, как вы думаете, нет? Или вот какой эффект может быть у людей, которые на это смотрят? Это вы думаете, что… Знаете, Кадыров не влияет на пропагандистскую кампанию. Она целиком в руках чекистов. У него с чекистами очень плохие отношения. И он изображает такого садиста, зверя. И это единственный способ на парадоксе, на криминале попасть в информационное пространство. Это же известно у Кадырова в Чеченской республике собственные тюрьмы. Он создал там какие-то пыточные, применяет пытки, убивает людей. Ну, просто это один из… Он по-другому не умеет, понимаете? Он не может писать статьи, как Караганов в Вашингтон. Даже смешно предполагать такое, понимаете? Но он действует своими методами, своим инструментарием. Вы, наверное, знаете, как этих чеченских садистов, боевиков называют чекист. Они их называют зверьки. Ну, вот технология такая. Они националисты, московские чекисты. Они очень плохо относятся к Кадырову. Вот у него некоторое время назад он делал попытку проникновения, так сказать, в среду московских чекистов. Но тут же началась довольно мощная пропагандистская кампания против него в Москве. Так что, ну, чем может, тем и действует Кадыров. А скажите, а что это за такая вот система, которая иначе как на устрашении работать по-другому не может? Вот держать в страхе, в унижении. Вы думаете, что это эффективный способ сосуществования в 21 веке? Или это работает только в России, такая формула? Она работает везде, к сожалению. Шантаж, силовой шантаж. И мы видим, что попытка продвинуть эту технологию, в том числе через пропаганду, она делается и в других странах. Это работает, к сожалению. Мы люди так устроены. У нас примерно один психотип у людей там из Соединенных Штатов, из Швеции, из России. Это работает, страх воздействует на людей. Так что, ну, делать из этого вывод о том, что это специфическая, так сказать, российская проблема, было бы неправильно. Тем более, что пропагандистская кампания, которую они используют, в том числе пропагандистскую кампанию страха, нагнетание страха, чекисты используют и на Западе довольно эффективно. Вот сейчас меняется, серьезно меняется отношение к Украине, к этой войне, в том числе благодаря пропагандистской кампании, довольно мощной, которая вот сейчас началась, использующая некоторые тенденции, связанные с усталостью от войны. Как вы думаете, вот это, как в американском фильме, вам письмо, вот это письмо, которое мы получили, это реакция как раз на, возможно, на вот эту информационную политику, о которой вы говорите, заместитель Совета Белого дома по национальной безопасности по вопросу международной экономики Майкл Пайл отправил в адрес координационной платформы доноров, кстати, это письмо получил и офис президента Зеленского, письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей военной помощи, то есть, по сути, оружие, значит, возможная победа в обмен на реформы. Что бы это значило? Насколько уместно сейчас это письмо? Ну, это значит то, о чем мы с вами говорим довольно часто, Юля, о том, что война или тяжелая ситуация для Украины, или давление на Украину со стороны России и бомбежки даже, это не повод отказываться от реформ. И мы с вами, и я просто перечисляли необходимые реформы, которые можно начать осуществлять сейчас. И Рада, Верховная Рада могла бы уже сейчас начать принимать необходимые законы. Состояние экономики Украины, состояние политической системы, довоенное, было неоптимальным. Давайте так мягко скажем, чтобы никого не обидеть. Вот, и это была олигархическая структура, о которой говорил Михаил Саакашвили, и который призывал, ну, срочно менять, что ли, это статус-кво. И во многом война, нападение России на Украину было связано с вот этой политической, экономической осталостью самой Украины. И это надо менять, и менять срочно. И это не требует откладывания до окончания войны. Это можно делать сегодня. Мы с вами об этом говорили. Ну, закон о люстрациях, реституция, связанная с крымскими татарами, с поляками в Западную Украине. Ну, борьба с то, о чем говорил Михаил Саакашвили, борьба с олигархами или с олигархическим устройством. То, что делается, ну, мы прямо с вами это обсуждали. То, что делается, антикоррупционные решения, вот мы создаем орган, который будет принимать решения, кто хороший олигарх, а кто плохой. Ну, это глупость просто. Или мы создаем орган, который единственное сможет брать взятки у предпринимателей. Ну, вы же знаете об этом законе. Ну, это несовершенство, так сказать, структуры политической, экономической. Это надо менять. И если Украина хочет инвестиций послевоенных, то менять это надо сегодня всего два пути. Мы с вами об этом говорили. Всего два. Путь, который демонстрирует Балтика. Это открытая экономика, открытая политическая система, полная конкуренция. Никаких там патриотических там национальных интересов в конфликте с международными соглашениями. И вперед. Это страны Балтии. И вот результат свободно конвертируемая валюта. Да, через сложный период безработицы, развала большого числа предприятий. Но это все-таки выход на здоровую экономику, здоровую политическую систему. Либо то, что демонстрирует Россия и Украина. В этом смысле, так сказать, и Россия, и Украина показывают одинаковый, но негативный эффект. Это ограниченный доступ на рынок в Украине и в России, возникновение олигархической структуры экономики, которые влияют на политическую систему, создают управляемые партии, управляемые лоббистские, на самом деле, группы, а не политические партии. У нас с вами произошло чудо. К власти пришел независимый от этих олигархов Владимир Зеленский. Так, ну, надо использовать это чудо, понимаете, а не пытаться вернуться в то же состояние, которое было до войны. Я вот говорю, что это письмо может быть не совсем уместно теперь, потому что невозможность проведения реформ, это вообще ставит под сомнение возможность существования государства. Это тоже часть национальной безопасности. И когда кто-то сомневается в способности этого правительства провести реформы, то это как бы тоже некий знак для президента Зеленского, который собирался, пока не завершена война, переизбраться или оставаться президентом. Теперь возникает очень много вопросов, а способно ли это правительство и привести народ к победе, и осуществить реформы, потому что, да, действительно, это нужно было делать вчера. Один из главных призывов к Украине, к идее реформации или задачам реформации Украины, это призыв сильных антикоррупционных действий. Понимаете, это уже касается, так сказать, непосредственно военных действий, ведения войны. Я вчера прочёл, знаете, такое гордое сообщение о том, что вот новая марка появилась. Оружие победы. Марка, почтовая марка. И она стоит 25 гривен. Но 2 гривена из этих 25 – это благотворительный взнос. Благотворительный взнос кому? Спросил я себя. Правительство Украины, правительство Украины в такой степени не понимает свои задачи, что хочет принимать от граждан благотворительный взнос. Налогов уже недостаточно. Но это, понимаете, это такое состояние какое-то очень несовершенное. Экономической системы, политической. И это надо менять сейчас. Ждать окончания войны нельзя. Если вы займётесь вот в этой откладыванием, этой прокрастинацией, то это не произойдёт никогда. Понимаете? И сегодня вот на этой неделе появилось несколько статей, которые, ну, фактически в западной прессе обвиняют правительство Украины и в коррупции и тоже, мягко так скажем, неадекватных действий, связанных вот с северным потоком, ну, по другим вопросам. Возникает очень опасная ситуация, ну, недоверие, что ли, правительству Зеленского. Меня это волнует. Я был одним из тех, кто поддерживал Зеленского, продвигал его и надеялся, что его приход серьёзно изменит ситуацию в Украине. Но сейчас я вижу, как Владимир Зеленский, ну, начал заниматься там вот в Соединённых Штатах. Просто политиканство, вот эти разговоры о глобальном потеплении. Самая главная проблема сейчас Украины – глобальное потепление. Понимаете? А разговоры там о ленд-лизе – этим занимаются только диаспора украинская. А президент даже не упоминал об этом. Понимаете? И таких вопросов, ну, очень много. А коррупции, вопросы коррупции – это, ну, основные, просто сейчас, период войны. Либо Зеленский будет решать эту проблему, либо все начинают его подозревать в участии в этой коррупции. Я бы не хотел, чтобы это произошло. Это значит, что я там требовал и буду требовать от Владимира Александровича действий. Ни слов, ни благих пожеланий, а действий. А действий пока, ну, если не сказать мало, то, так сказать, это мягко выражается. А как вот вам кажется, почему странам Балтии удалось? Я бы даже сказала, что Грузия, несмотря на то, где оказался Саакашвили, народ Грузии все равно не предал реформы, там действуют эти дома юстиции, которые были придуманы Саакашвили и удачно внедрены. Почему этим странам удалось, а Украине нет? Вот в чем, как вы думаете? Мы можем говорить сколько угодно, что это спецагенты, что это нам не давали возможности. Но, может быть, это, я не знаю, причина в лидерском кризисе. Все эти трудности происходят на фоне того, что сегодня звучит новое заявление. Последовательная реализация мероприятий, планов, это, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно. Заявление Шойгу. Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Теперь уже, значит, до 2025 года они будут достигать своих целей. О чем это говорит? Это значит, что война затягивается? У вас два вопроса. Почему не удалось Украине и затягивается ли война? Значит, почему не удалось Украине и России? Огромные агентурные сети вот этой КГБ. Это раковая опухоль. Она была очень активна в России, она с самого начала. Просто вот с первого дня существования демократии России, там, с 25 августа 1991 года. Они включились, они очень активно работали, они продвигали свои концепции. И вот, извините, у меня тут звонят. Вот. То же самое в Украине, абсолютно то же самое. И это, Балты пошли же ведь очень простым путем. Там, на следующий день, ну, фигурально выражаясь, были опубликованы списки агентов КГБ. На следующий день, после прихода демократического правительства к власти, никаких там люстраций особых не потребовалось, всем стало понятно, кто служил вот этой советской власти, кто занимался провокациями и преследованием в гараж, сразу, понимаете, без всяких разговоров. И эти люди получили, так сказать, эти черные метки, они де-факто, против них были организованы люстрации. Сегодня в Украине Юрий Швец, но он, по-моему, не особенно и скрывает, что он вот это агентура КГБ, но он открыто там пропагандирует, в него вкладываются огромные деньги, идет пропаганда, он даже не скрывает этого, что он, так сказать, и есть это ГБ, так сказать, в спецслужбах Украины влияние этого ГБ колоссально, вот, это одна из причин того, что сегодня происходит вот это торможение. Ну, надо от этого отказаться, Зеленский получил шанс, Украина получила шанс избавиться от этого имперского наследия. К сожалению, оно присутствует, вот это имперское наследие советское, оно присутствует в Украине, в политике Украины, в политической экономической системе, и от нее никто не планирует избавляться. Значит, принимаются какие-то мелкие пролиативные средства, и ничего не меняется, понимаете, и коррупция не меняется, и олигархическая структура, и влияние богатых олигархов на политическую систему. Теперь уже на политическую систему, созданную Зеленским, понимаете? Константин Анатольевич, а вот я, сейчас мы с вами поспорим, потому что я не считаю, что нужно бороться с олигархами, нужно бороться с бедностью. Вот я на примере некоторых предприятий, которые обанкротились, да, или там после национализации, по сути, перестали существовать или перестали быть там флагманами экономики, я не уверена, что это правильная схема. Может быть, нужно было бы делать налоговую реформу, сейчас как предприниматель, как бизнесмен, предложить им, может быть, какую-то экономическую модель будущего, потому что эту систему, о которой мы с вами говорим, можно сломать только, если экономика страны заработает. Вот каким образом? Ну, хорошо, вот мы сейчас устранили всех олигархов, а дальше-то что? Мы же не понимаем, какую экономическую модель предлагает, что строит правительство. не надо никого устранять. Нужна полная конкуренция, открытая экономика, и всё. Нужно, чтобы в приобретении собственности нужна полноценная частная собственность, не менеджеры, вот эти олигархи, которые вроде бы даже не владеют там, ничем, тем не менее управляют там частично государственной собственностью. Полная конкуренция, открытая экономика. Это не даст моментального результата. А вот то, что вы говорите там, пусть олигархи остаются, нужна борьба с бедностью, но это такая социалистическая пропаганда, это содержательно то, что вы сказали, ничего не означает борьба с бедностью, такая лобовая, направленная на поддержку бедных, это не борьба с бедностью, это борьба по укреплению бедности. Борьба с бедностью происходит там, где начинается борьба за возможности граждан создавать экономические инструменты, конкурировать общество не равенства, а общество равных возможностей, это вот тонкая разница, которая существует между социализмом и капитализмом, понимаете? Ну хорошо, если государство неэффективный собственник, появляются менеджеры, назовите их олигархами, если хотите. Мы, кстати, не знаем, возможно, вот мы называем все время там пятерку, у нас, кстати, в Украине, в отличие от России, олигархов не назначают, действительно становятся. И я уверена, что после скорого времени, не буду говорить после каких-то событий, мы увидим какие-то новые имена людей, которых можно назвать, можно считать олигархами. Но ведь это создание новых предприятий, новых рабочих мест. Если государство не может это сделать, то, значит, это будут делать какие-то частные приватные инициативы. Вы считаете, что государство может быть эффективным собственником? Может быть, в этом проблема? Нет, это показывает весь мировой опыт. Государство не может быть эффективным собственником. И все, чем владеет, управляет государство в области бизнеса, превращается в деэффективное производство. Вы продолжаете говорить об олигархах и защищать их, но в конкурентной экономике нет олигархов. Есть богатые предприниматели, успешные предприниматели, эффективные, но они находятся в условиях конкуренции. Государство, задача государства только создавать условия для этой конкуренции, следить за правилами конкуренции, то, что мы называем, так сказать, функцией государства ночного сторожа. И все, понимаете, государство, вот как в России, ну, почти с самого начала, так сказать, строительства экономики, эти вот залоговые аукционы, когда олигархами просто назначались люди. все это и привело к созданию олигархической экономики, к Путину, понимаете, и перед выборами Зеленского в Украине была очень похожая ситуация, и я там бил тревогу, говорил об этом. К власти в Украине пытались прийти чекисты, советские чекисты, они называли себя сотрудниками СБУ, патриотами, там, но и советские чекисты, там, в значительной степени в России были националистами, патриотами, но это не помешало им превратить огромную страну, так сказать, в помойку и в источник дохода, ну, им лично. Хорошо, и вторая часть вопроса касалась заявления Шойгу о намерении достигать намеченных целей до 2025 года, что вы думаете об этом? Ну, это слова тоже, понимаете, это пропагандистская кампания, интересно то, что, значит, ну, вот, планирование теперь осуществляется, ну, такие, на короткие промежутки времени. Я думаю, в России все понимают, что приход к власти в Соединенных Штатах республиканской партии качественно изменит ситуацию для России, для вот этих бандитских действий, для продолжения войны. Они просто могут быть остановлены, остановлены радикально, как говорил Дональд Трапп. Проблема, проблема этой войны, ее можно решить в течение недели, ну, нескольких дней, понимаете, и это будет решена так проблема. Если вся эта ситуация сохранится до прихода республиканцев, я надеюсь, что все-таки какие-то реформации в Украине начнутся, и здравомыслие победит, и Украина больше не будет ориентироваться на очень неверных союзников демократическую партию США. Вот, я надеюсь. Уверенности у меня, к сожалению, нет. Я не знаю, слышно или нет, но в Киеве сейчас объявлена воздушная тревога, и это уже второй раз за сегодняшний день. Вы видели, во что превратили Одесский морской порт, да, российские ракеты. И тут возникает вопрос, никакой реакции уже, все говорят усталость от войны, но мне кажется, все так привыкли, что даже мировые институты, которые призваны были гарантировать нам безопасность, кроме Румынии, кстати, на удивление, сегодня Румыния сделала заявление правительства Румынии о этих бесчинствах, которые, значит, на юге Украины творит Россия. Как вы считаете, насколько действительно, что должно произойти, да, вот этот «Черный лебедь», что должно произойти для того, чтобы все-таки был реализован сценарий остановки войны, прекращения войны? Потому что Украина, конечно, будет сражаться доблестно, и есть вопрос, сколько еще жертв мы должны принести для того, чтобы мир понял, насколько это опасно? Украина будет сражаться доблестно, как сказал Владимир Зеленский, до последнего старика в деревне, в последней. Я против. Я не хочу, чтобы этот погиб последний старик, в последние деревни. Делать можно, и нужно очень много. Ситуацию нужно менять, менять ее качественно. То, что делает Зеленский, делал в Соединенных Штатах, он закреплял статус-кво, вместо того, чтобы выступать против этой политики, он должен это делать. Не жаловаться министру обороны Великобритании на действия США, а он оказался в США. Он должен ставить вопрос прямо. И от него это требует, насколько я понимаю, республиканцы. Значит, если ты хочешь прийти в Конгресс выступать в поддержку глобального потепления демократической партии, нам это не нужно. У нас своих пропагандистов хватает, сказал ему Кевин Маккарти. Ну, не прямо, но это имелось в виду. Где расследование преступления Джо Байдена, из-за которых происходит вот эта сегодняшняя ситуация? Зеленский может сегодня, вот прямо сейчас изменить качественную ситуацию, начав расследование коррупционное вице-президента Джо Байдена, связанное с компанией Буризма. Сейчас, не завтра, не после войны. Понимаете? А он этого не делает. Он рассказывает о союзнических отношениях, о том, какой Джо Байден прекрасный человек. Мы знаем, какой Джо Байден прекрасный человек. Он, как правильно сказал Трамп, ему нельзя задавать вопрос, он не помнит, что он делал полчаса назад. А вы думаете, если президент Зеленский инициирует это расследование, он существенно может повлиять на ход президентской компании и результаты выборов президента Америки? Меньше всего сегодня нужно думать о ходе президентской кампании в Соединенных Штатах Америки. Нужно думать о том, к чему призывают Украину международные эксперты. Ну, вот, в частности, борьба с коррупцией. Не разговоры об этом, не там Коломойского бедного, так сказать, объявлять ему подозрения. Вот, а настоящая борьба, расследование, где генеральный прокурор? Я, последний раз я слышал о генеральном прокуроре Украине во времена Порошенко, когда его снимали с должности по просьбе Джо Байтона, когда тот сказал, либо снимите с должности Шокина, либо не получите миллиарда долларов. Это что, не коррупция разве? Это коррупция в самом таком неприглядном виде. Где генеральная прокуратура? Где реальные действия? Понимаете, призывы западного сообщества к Украине это не пожелания. Понимаете, тут вот некоторые губернаторы, как выяснилось в Соединенных Штатах, начали рассматривать Конституцию Соединенных Штатов как благие пожелания. Вот один из губернаторов Нью-Мексико отменил вторую поправку, это право граждан носить и владеть оружием. Просто отменил демократический губернатор, ей показалось, что это лишнее. Ну вот действия не слова, действия нужны. Ну хорошо, вопросы прозвучали и у Офиса Президента, равно как и у генерального прокурора Украины, есть неделя, чтобы на них ответить. А мы их обсудим ровно через неделю в это же время, во вторник. Спасибо большое, Константин Боровой был с нами на связи. Дякую за можно виспочет вашу точку зору и дякую нашей аудитории за увагу и до веру. До побачення и на все до встречи. До встречи.